Никого не должно удивлять. Полевые игроки. Третий номер Мартин Шкартел. Видите, как Зениту приходится защищаться на первых минутах. И мяч едва не оказывается в воротах. Молодцом здесь Ким Донжин. Сработал корейский легионер. По-моему, мяч шел в створ. И сумел он его выбить. Не добрался здесь Малафеев. Я не скажу, что ошибся, но, скажем так, запоздал несколько сыграл на выходе. Суета возник футбол. Это, в общем-то, не его игра. Заигрался Аршавин. Пинар мяч отобрал. И контр-випот Эвертона пошел, как неудачно было сыграно Анюковым. Догоняет он форварда, но мяч не отбирает. Опасно! Жаркое начало матча. Это Джеймс Макфаден. Игрок сборной команды Шотландии. Сумел добраться до мяча чисто. А это Джеймс Макфаден. И мы смотрим повтор. Это Шкартел, кстати, догонял, а не Анюков. А выручил команду Ломбард. Второй центральный защитник. Одного игрока другому. Задание на матч понять. И во втором уже попробовать все-таки решить турнирную задачу. Погребняк ушел далеко направо, но атака продолжается. И удар поворотом следует. Но в группе английских защитников находился футболист «Зенита». И даже восемь игр, восемь матчей сыграно было с учетом Кубка УЕФА. И в них. Штрафной удар. Анюков нарушил правила прямо на линии штрафной площади. Практически на ней установлен мяч. Рикошет и угловой. Скажем, что они так и немного в них играли, чтобы встречаться. Вдобавок ко всему, Эвертон никогда не играл с российскими командами. Малафеев в прыжке сейчас выбивает мяч. Надо «Зениту» его вынести подальше. Пока не получается. Опасно. Удар по пустым воротам. И что? Кехел показывает, что была игра рукой. И теперь они решают, кто будет бить пенальти. Поскольку арбитр назначает 11-метровый. Малафеев спорит со сланцем. Это все лишнее. Это все лишнее. Ломберц, именно он наказан, так надо понимать. А нам надо ждать повтора. Еще раз давайте смотрим. Надо было всего лишь мяч отбить подальше. Я не понимаю, за что пенальти. Никакой игры рукой не было. Никакой игры рукой. И что? Вдобавок еще и удаление. Ну это совсем... За спину. Ломберц и не нарушал правила. Разбег и выше. Выше посылает мяч Артета. Вот так они долго тут спорили, кто будет бить, как будет бить. И в итоге не забили. Малафеев, может быть, и напугал чуть-чуть своими движениями. Но, по-моему, Артета сам не знал, как ему пробить. И пробил-то, откровенно говоря, плохо. И в угол мяч не сумел послать. И высоту не дал ту, которая нужна. Играли между собой эти команды. Кстати, оговорился я. Но тут к чему следует вспомнить матч с металлистом. Тогда... Не было, по-моему, игры рукой. Все-таки не было. Тогда Эвертон не забил два пенальти. И оба не смог реализовать Эндрю Джонсон. Можно предполагать, что Лариса Греческая может выиграть два матча. Но это уже совсем из области фантастики. Но Зениту не надо об этом думать. А надо играть самому. Хорошая возможность для того, чтобы отличиться. Скидывал мяч назад. Павел Погребняк в этой ситуации. Смотрим еще раз. Самому-то, кстати, бить было тяжело. Ага, вот здесь играя рукой. Это может быть опасно, потому что британцы, конечно, мастера игры навесами. Следует удар по воротам. Малафеев отбивает. И Анюков выносит мяч на угловой. Странно, что Дик Адвокат все-таки не решился произвести замену. Игрока-то там не хватает Зениту сейчас. По-моему, Малафеев не ждал от Артеты. В последний момент переместившись сумел мяч отбить. А здесь Анюков молодец, что был внимателен, резок и успел первым к мячу, опередив пятого номера в сегодняшней встрече. Игроков тоже. И им, конечно, очень сложно будет. И прямо скажем, остался Шкартел, который из всех центральных командиртов в самой маленькой степени. Но как же так? Мяч перед своей штрафной дарит Зенит сопернику постоянно. Удар по воротам. Малафеева. Штанга! Загнал буквально Эвертон. Сейчас Питерцев в их штрафную. И Тимошюк выбивает мяч в аут, а не на угловой. Это Ликар слебил. Технично, мимо вратаря. Зряча. Здесь Малафеев забирает мяч, симулировать. Но попал ему в бедро ногой. А мы смотрим повтор вот этого удара. Очень странно сыграл Шкартел. Вращался как Юла тут вокруг своей оси. Хотя мне кажется, что должен был идти на бьющего до последних секунд. Тимошюк будет бить. Нет. Погребняк попадает в стенку. Еще один дальний выстрел. И опять мяч не доходит до Ховарда. Вот видите, в чем разница атак зенитовских и... Скоков там в середине поля. Сейчас нужно помогать в защите. Артета у мяча. Пока, наверное, главный неудачник этого матча, поскольку он не забил пенальти. Удар с близкого расстояния. Где мяч? В руках у Малафеева. Кехела успокаивают. Шкартел, если это так можно назвать. С внешностью Словака и таким количеством татуировок на успокоительное он явно не тянет. Одиннадцатый Джеймс Макфаден. Шестнадцатый Филипп Ягелко. Восемнадцатый Тим Кехел. Восемнадцатый Фил Невил. Двадцатый Стивен Пионар. Двадцать шестой Лик Карсли. Китником было сыграно на опережение. И до удара дело поворотом не дошло. Но, правда, атакующие действия продолжаются. Прострел. И здесь удар неточный. И Малафеев ведет мяч в игру от Варен. Начнется подсчет вариантов. Эвертон в очередной атаке. Гораздо больше владеют англичане мячом. Гораздо больше идут вперед. Ну и контр-выпад Зенита. Погребняк входит в штрафную. Тим Ховард отбивает его удар. Смотрим повтор. Прекрасная передача Аршавина. Проникающая. Погребнякуба пробить в этой ситуации с правой, а не с левой ноги. Тогда мог бы он обвести американского голкипера. Надо бы успокоить, наверное, корейца. Объяснить ему, что сейчас главное отработать в обороне как следует. Навес в штрафную. Ой, как опасно. Ким Гонжин вывозит буквально мяч за линию ворот. Это Лейтон Бэйнс подавал. Третий номер. И там сразу двое вылетали на мяч. Тем более, что Эвертон в хорошей форме находится. Восемь матчей уже не проигрывает. Снова Аршавин. Прекрасный пас. Удар по воротам. Константин Зарянов. Не был ли поднят там флажок лайнсмена? Сейчас мы это увидим. Нет. В осаде если и был, то погребняк. И был в пассивном. В середине поля позиционной борьбы практически нет. Угловой. Подает Эвертон. Джолиан Лескотт недоволен. Тем, как арбитр разобрал этот момент. Считает он, что опять мяч ушел от игрока «Зенита», по-моему. Или считает, что была игра рукой со стороны. Но Айдбени и Осман, игроки основного состава, наверное, лишь в конце могут появиться на поле. От кого мяч ушел? Самый главный вопрос. Артета подает. Погребняк. Отскок в пользу англичан. Удар по воротам очень неточный. После перерыва. Пока счет прежний. Ничья 0-0. И держится пока счет в Германии. Мощный выстрел из-за предела штрафной площади. Обратите внимание, сколько свободных игроков английского клуба в этот момент находились внутри штрафной. Так что попади мяч в створ и отбей его, Малафеев. Думаю, что, скорее всего, был бы гол. Это снова Артета. Вот продольная передача. Артета переводит мяч на фланг. Там в одиночестве Невилл пока. Выдвинулся на него Ким. Снова Артета. Артета стал смещаться в центр больше во втором тайме. Что, была игра рукой. 11-метровый. Аничебе. Пробивает через ногу Хагена. И еще один угловой. По-моему, уже более десятка их кода Левертон в матче. Но пока безрезультатно. Навес. Выиграл снова Шкартел здесь борьбу. Пиэнар. Еще один рикошет. На сей раз Малафеев останавливает мяч. Аршавин показывает давай, мол, на меня. Но получилось в итоге на Горшкова. Тут не добрался. Головой до мяча. Аршавин. Тимошчук помогает ему в атаке. Зырянов справа получает мяч. Угличане стали застревать в атаке большой группой. Можно попробовать это использовать. Выпустить его на поле нет возможности, поскольку в запасе его нет. Нет, кстати, Игоря Денисова. Дальний удар по воротам Малафеева не точно. Играл почти. А прочитал сейчас развитие комбинации. Сделал все абсолютно правильно. Пил Невил навешивает штрафную. Мягко так навешивает. И очень опасно. Лескот бил. Рикошет за рикошетом. Но выбил мяч Хаген. Шесть минут еще. Вот это уже авантюра некоторая была в действиях. Ким Донжина. А теперь угловой. Тимощукова зарабатывает. У Анатолия такая не очень приятная история случилась перед этим матчем. Но давайте об этом после углового я вам расскажу. Подача. С близкого расстояния удар. И что все-таки вносит мяч Эвертон в сетку? Все-таки 1-0. В пользу англичан. Тим Кехел лежит или нет? И прибежал сюда арбитр. Жест его очень странно. Можно было трактовать. Все-таки 1-0 судя по радости Кехева. А вот вам и угловые. Вот вам значение углового удара для английской команды. И почему так сокрушался Тимащук, кстати говоря, когда Лайнсмен вынес решение о том, что мяч должен быть установлен на угол поля. Не знаю, правильно или нет. Нам повторы того момента, когда мяч уходил из игры не показывают. Ну а здесь, конечно, должны были помочь полевые игроки. Никакого положения вне игры не было. У штанги стоял Широу. Так что все правила англичане соблюли. И Тим Кехел в британской старой такой манере буквально запихнул мяч в сетку. Нюрнберге дела очень плохо. Это важно. Это важно. Этому стоит учиться, в том числе и Зениту, как дожимать соперника в концовках. Зенит в игре против Нюрнберга вел в счете. Высказываю свое личное мнение. Зырянов назад на Лихо. Ну что, возможность для удара. Надо бить. Тимащук бьет. Попадает с защитника. Валит того с ног. Эвертон на своем поле. А Нюрнберг будет играть в гостях у греческой Лариса. И все в руках у голландского и немецкого клубов.